Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова. Проект использовать и выбросить, или использовать по максимуму. В второй части моего видео будет немного больше средств декоративной косметики. Предлагаю начать вам со средств для бровей. Вот такой у меня гель есть, это люкс визаж, он прозрачный абсолютно, у него не очень, честно говоря, удобная кисточка, она очень маленькая, и на нее так много налипает гели, если вы как-то вот, ну, неаккуратно не снимете, пройдетесь, то у вас просто вот тут будет море-море такое геля прозрачного, и поэтому очень аккуратно, и хватит, естественно, его надолго. И вот половину я уже практически использовала, ну, может быть, одну треть, как вы видите. Мне он нравится, то есть вот сейчас он у меня на бровях, очень хорошо, кстати, фиксирует, но у меня такие послушные довольно брови, мягкие, если у вас жесткие, конечно, он вам не зафиксирует. Значит, буду сейчас использовать активно его. Эйва, ну, вот те продукты, которыми я действительно пользуюсь, хорошие тени, это True Color, цвет Moco Latte. Вот эти светлые тени чудесно подходят в складочку века, мало того, они замечательные, а подходят для бровей. Сейчас я ими оформила брови, то есть вообще великолепно. Далее, следующее, вот эти тени или эти, следующие, да, они затемняют, более глубоко делают складочку. Вот эти сейчас более перламутровые у меня в складочке века. И вот эти, как основные тени вместо базы, прям под тени. Они замечательно ложатся, сейчас я буду активно их использовать в качестве базы под тени. Вот в уголочек тоже его кладу и под бровь кладу, в общем, великолепный набор. Ну, как-то вот он у меня залежался, довольно много всего похожего есть у меня, вот таких однотипных каких-то оттенков. Но вот он удобный, здесь есть все, что надо, и брови, и глаза. Поэтому не вижу препятствий, чтобы добавить его тоже в свой проект. Будут участвовать две туши, одна сейчас у меня на глазах от L'Etoile, она ярко-синего такого, лазурного цвета. Ну, такой вот иногда макияж мне нравится. Если кому-то не понравился какой-то макияж, который вы сделали, вам он очень нравится, продолжайте. Пользовайте те же самые средства, которые вам по душе, которые вам нравятся. Не нужно откликаться сразу на все мнения. В номере 103, прям такой ярко-лазурный, он очень красивый. Я не знаю, как он сейчас будет смотреться, честно говоря, в камере. Она начинает подсыхать, она у меня довольно долго. Может быть, очень скоро она уже совсем засохнет, тогда придется исключить ее из проекта. Пока она еще работает, эта тушь, я буду ее активно использовать, потому что она не отсыпается. Следующая тушь L'Etoile Sensation. Она у меня все-таки осыпаться начала прям с самого начала применения. Вероятно, от того, что у меня довольно глубоко посажены глаза, довольно большие реснички. Она еще их увеличивает, к тому же. Использую ее сейчас по максимуму. И все, видимо, больше приобретать такую тушь не буду. Буду какие-то более такие стойкие приобретать. Следующее у меня средство для глаз. В бренда L'Etoile у меня два вот такие вот карандаша. Они в цвете металлик. Один вот такой прям красивый очень, кстати. Цвет какао, вот видите. И второй цвет синий. Сейчас он у меня на глазах. Сейчас я сделала им стрелочки. Цвет, как вы видите, довольно приятный. Такой темно-синий, не яркий, кстати, что хорошо. Вот яркую тушь мне нравится почему-то носить, а яркие стрелочки не очень. Синим я пользовалась гораздо меньше. Он у меня длинный и коричневый, как вы видите, уже на середине пути к использованию. Сейчас я их включаю в свой поседневный макияж. Это будет, естественно, вечерний макияж. И это будет, скорее всего, дневной. Что еще мне будет помогать при вечернем, скорее всего, макияже? Это вот такая вот подводочка от Avon True. Довольно много товаров от Avon. Не потому что я фанат Avon, но потому что это косметика, которую раньше всего приобрела. Довольно много средств. И просто что-то уже раздарило, как вы видели, да, в моем предыдущем видео. Что-то осталось у меня. Я хочу просто уже это использовать, потому что, наверное, уже я так чувствую, подходит с руки годности. Не сильно яркая. И мне это нравится. То, что она не прям яркая-яркая. То есть ее можно, в принципе, днем, если делать совсем массюсенькую такую стрелочку таким образом. Сейчас эти три карандаша для глаз идут в этот проект использовать по максимуму. И они будут моими помощниками для оформления глаз при вечернем и дневном макияже. Тени от Guerlain. Сегодня у нас с вами два продукта от Guerlain. Да, пудра и вот эти тени. Как вы видите, у них довольно нестандартные цвета. Сейчас вот два цвета у меня на глазах. Пожалуй, даже может быть и три, да, три цвета еще я делала. Маленький такой вот оранжевый, вот этот рыженький блик сюда, чтобы немножечко разнообразить, более яркие сделать глаза. Начнем с того, что они все матовые. Они довольно сложные в нанесении. Вот сейчас внимание для тех, кто думает, что люкс это круче, чем бюджет. Нет, на самом деле, друзья, вот эти очень сложные. Это была лимитка, вот так она выглядит. У нее красивый мешочек, все такое, все красиво. Но, тем не менее, очень сложный продукт. И слава богу, что мне их подарили, я не купила их сама, потому что иначе бы я очень сильно расстроилась. На какой-то праздник мне их подарили. Вот этот оранжевый я буду использовать. Я знаю, как его использовать, коричневый. Мне тоже все понятно, правда, они не очень хорошо тушуются только на подложке, на светлой или на базе, а лучше на сухой. Ну, в общем, понимаете, да, пляски святого вида с этими тенями. И синий вот сейчас у меня на глазах. Да, ярко, я согласна, нестандартный для меня макияж, но когда-то надо пробовать. Здесь пытаюсь найти как можно больше комбинаций, чтобы использовать эту палетку. Выбрасывать мне ее жалко. Аромата у этих теней, слава богу, хотя бы никакого противного аромата нет, уже хорошо. Зеркало, в принципе, здесь удобное, довольно вот такое большое. Видите, полностью коробочка не открывается, это тоже, кстати, неудобно. Если кто-то знает, как использовать вот такие вот сложные цвета вместе в комбинации, пожалуйста, мне сообщите. Может быть, какую-то ссылочку на макияж пришлите, я буду экспериментировать. Сообщу вам, чье предложение я выбрала, чей макияж победил. И не сильно волнуюсь по поводу цвета глаз. У меня они довольно сложный цвет имеют, от зеленого в янтарный. В общем, мне подходит множество цветов. Добавляю эту палетку, конечно же, в свой проект, потому что мне просто очень-очень жалко вот такие вот продукты, которые у меня лежат, пылятся. Так что буду сейчас активно ими пользоваться. Следующее, что я буду использовать для глаз активно, такие вот тени, которые я использую и для глаз, и как хайлайтер. Ну, просто миллион у него вариантов под бровь, в уголок глаза. Это тени от Essence. Это 19-й, это Grammy Goes Glammy. Очень интересный цвет, блестящий, абсолютно хайлайтерный. Нанесен везде в качестве хайлайтера и под брови. Вот отваливаются у них, коробочка раскрывается, так что придется мне их чем-то там перебинтовать несчастных больных. Значит, бальзам для губ от Demi, та же самая фирма, которую я вам сейчас показывала, корректор. Тени, однушки, которые я буду использовать как корректоры, это та же самая фирма, немецкая. Фруктовый аромат, он не навязчивый, он замечательно увлажняет губы. Вот видите, он у меня уже подходит к концу, но у меня так много таких средств. И как-то я вот так распылилась и многими сразу начала пользоваться. В общем, я довольно давно его приобрела, поэтому я хочу его закончить. Я всегда в процессе нанесения макияжа увлажняю губы каким-то таким вот бальзамом, и потом уже начинаю наносить макияж. То есть в процессе, когда дело доходит до губ, они уже ухоженные. Это фруктовый десерт называется. Оно закручивается хорошо, и оно не раскручивается само по себе. Это большой плюс, его можно носить просто с собой, оно вообще ничего не весит. Когда я приобретала помаду или что-то там, какие-то духи Шанель, мне подарили вот такие вот пробнички. Ну, тут вот довольно много, то есть красные помады, их любимый тренд. 99-й, 102-й, 104-й и 97-й, такой вот крайне более коралловый. В общем, кисточка тут исчезла, сразу испарилась куда-то, не знаю куда, но у меня есть кисточка для губ. В общем, мне их нужно использовать, не хочется как-то Шанель выбрасывать, подарок был приятный. Так что буду использовать, все равно в этом проекте яркой красной помады у меня нет, так что вот это будет мой вечерний вариант. 5 средств для губ, 46-й номер, карандаш от Luxe Visage, подойдет под многие-многие помады, я уже начала его использовать довольно активно, 1,30 где-то, может быть, 1,4 часть уже использовалась, у меня оказалось 2 почему-то, по ошибке что ли я заказала, не знаю, или 2 положили, в общем, у меня 2 таких тона, поэтому нужно как-то их использовать. Такая вот помада, опять же, Avon, видите, очень красивый коралловый, нюдовый такой оттенок, мне она нравится, ну, вот она, видите, у меня даже шататься бедненько уже начала, Golden Kisses называется цвет, половины у меня уже нет, вот видите, это все, что осталось, она как-то уже так шатается, она кремовая, она немножко подтаивает, поэтому нужно быстрее ее использовать, она уже старенькая, но текстура у нее не изменилась, она прекрасная, на день замечательная. Следующее, что я хотела бы использовать активно, потому что он у меня 2 раза уже, честно говоря, падал, и он здесь полный, у него крышечка как-то так не очень хорошо держится, это Color Stay Lipstick Miniso, то эффект 1 плюс 1, то есть и как румяна, и как блеск для губ, как помада, он действительно яркий, он красивый, он такой вот прям активно, такой вот розово-коралловый, вот видите, крышка соскакивает, и я, честно говоря, боюсь его теперь брать с собой, вот имейте, кстати, в виду Miniso, прекрасная косметика, красивые, стойкие цвета, но вот этих карандашиков крышка соскакивает. Следующее, то, что у меня сейчас на губах, серия Lovers Color Gloss Stay Effect, вот такая она, это абсолютно нюдовый, красивый очень цвет, это Everline, сдержанная, однако она довольно плотный цвет, как вы видите, дает, и мне вот эта серия Lovers нравится, Ultra Shine Lip Gloss, ну то есть фактически такой блеск, плотный блеск. На каждый день увлажняющее средство, когда сохнут губы, отлично, добавляю его, одна треть использована, буду активно им пользоваться. Так, ну и что, последнее средство, пытаюсь не испачкаться, я вся уже в помадах, блесках и в чем только можно, значит, вот это скраб для губ, сахар и кофе, аромат совершенно потрясающий, как конфетка, забыла я про него, просто забыла, представляете, убрала вместе с весенними помадами куда-то там далеко и перестала использовать, хотя вещи очень хорошие, я не могу вам сделать свочи, он оставляет такой приятный, маслянистый след на губах, губы увлажненные, это хорошее уходовое средство, чуть-чуть отшелушивает перед тем, как нанести помаду, особенно кто наносит матовые помады, вообще должны быть губы идеальные. Что же, это были все мои средства из проекта, использовать по максимуму, я жду ваши отзывы, пожалуйста, пишите мне, какие макияжи вы думаете, я могу сделать с помощью этих средств, давайте мне какие-то новые идеи, будем делать макияж вместе. Спасибо вам большое, что вы были со мной, я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!